Каким будет Щелковский парк культуры и отдыха? Завтра этот вопрос. Жители Щелкова задали администрации района и проектировщикам. Им предстоит разработать концепцию развития Щелковского парка, так называемые функциональные зоны, где, кажется, для себя найдет интересное место для времяпрепровождения. В районном культурном комплексе жители обсуждали концепцию развития Щелковского парка. На этом этапе в документ можно и нужно вносить изменения. Над проектом организации современного паркового пространства работает известное в Щелкове более 15 лет архитектурно-строительное бюро номер 17. Эта организация занималась недавней реконструкцией Щелковского парка. Прежде всего мы большое внимание уделили именно проведению зоны, вернее, выполнению реконструкции с созданием новой зоны массовых мероприятий. Мы рекомендуем ее разместить непосредственно сразу за Дворцом культуры с созданием стационарной сцены. Новая развлекательная площадка, по мнению архитекторов, должна стать универсальной с танцполом и зрительскими сидениями. На место старой эстрады вписывается менее шумная арт-зона для выставок конкурсов образовательных мероприятий. Еще одна задумка – найти в парке место для занятий экстремальными видами спорта. У меня большой вопрос ко всей концепции, а сколько деревьев этого парка пойдет под снос? Во-первых, мы не собираемся делать вырубку деревьев. Я уже сказала, что будет проведена дополнительная таксация деревьев, и дорожка, которая будет одновременно велодорожкой, роликодорожкой, это одна дорожка, она будет идти между деревьями. Щелковский парк – это 16 гектаров уникального ландшафта, созданного жителями в 1957 году. Предложная концепция задействует в организации массового отдыха «белые пятна» парковой территории. К ним относятся его западная часть на границе с Фоком и противоположный берег Клязьмы. За рекой архитекторы предлагают обустроить пляж, зоны для пикников, площадку для водных видов спорта и спокойного отдыха. Доступным для променада может стать и остров на реке. Эти предложения получат воплощение только после дальнейшей проработки с жителями. В одном проектировщике уверены на 100%. Новая концепция нацелена на сохранение существующей природной среды. Мы заслушали проект концепции. Это не окончательный ее вариант. Мы именно с проектом выходим к жителям для того, чтобы понять, насколько она отвечает их пожеланиям. Мы услышали и положительное мнение о некоторых предложениях, и отрицательное мнение. В процессе доработки концепции все эти пожелания будем стараться максимально учесть и выйдем на дополнительную встречу. Наш парк в первую очередь будет оставаться ландшафтным. Создание ландшафтного парка с созданием комфортной среды парка для всех возможных, для каждого жителя, я бы сказала, нашего Щелкова – это основная цель данного функционального зонирования. Поэтому мы предлагаем по всему периметру сделать некую расширенную дорожку, которая будет идти между деревьями в свободной форме, которая будет объединять отдельную функциональную зону. Концепция отвечает требованиям, утверждённым губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в части комплексного обустройства зон отдыха. До конца года документу предстоит пройти защиту в Министерстве культуры. Конечная цель – войти в программу софинансирования для привлечения оригинальных средств на реконструкцию парка.